Дорогу молодым и талантливым 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 Днем после школы, наверное, когда все на работе. Лев Владимирович, пришли вы к нам опять по нескольким поводам. У вас так не бывает какой-нибудь один повод, у вас всегда повод в достатке. Хочу вас поздравить с тем, что вам вручили почетную награду. Расскажите, какую, кто вы у нас теперь? Я заслуженный учитель Самарской области. Для меня это высшая награда. Я 40 лет работаю в школе с детьми в общеобразовательной. И обыкновенный у меня предмет музыка. Ну, я и историю вел, у меня историческое образование, международные курсы. Но мне это ближе. Почему? Потому что я сразу вижу итог. Вот приходит ребенок, и нет у него ни талантов, ни данных. Я вот тут на днях даже беседу такую с детьми проводил. Они с удовольствием меня слушают. Мне не важно, какой там вплоть до 11 класса. И я им объясняю, что нас родители, вот детей, любят просто так. Вот за то, что они дети. А вообще-то любить надо за что-то. То есть вы подрастете, вас за что-то. Вот Рома спел на концерте. Я говорю, я звоню его маме. Я говорю, я горжусь вашим сыном. Она говорит, и я им горжусь. И вот это вот состояние эмоциональное. И вы-то тоже не хуже. Вот вас 30 человек в классе сидит, вы ничуть не хуже. И вдруг один ребенок у меня сидит и спрашивает, а что, бездарных-то убивать что ли? Я это говорю, нет. Я говорю, жизнь накажет. Нет бездарных-то детей. Просто вам надо обнаружить этот талант. Вот поэтому я работаю в школе. И я счастлив, что я получил такую награду. И сейчас даже я номинирован. Но опять вот я, беру я это. Я, а мы, я считаю, что это общая награда. Я бы один без вот этих ребят, без международного проекта, без фестиваля «Молодые таланты по Волжию», без телеканала «ГИС», без общественности, без детей, без бабушек-дедушек, то есть без общества, без развивающей среды социальной ничего бы не произошло. Поэтому эта награда наша общая. И то, что вот мы сейчас номинированы на народное признание с нашим проектом, я думаю, что это такой логический путь нашего проекта. Что же, я вам успеха желаю, чтобы эта награда до вас дошла прям напрямую и в руках. Думаю, да, потому что много очень сделано. Проект здесь на территории, вообще-то международный проект московский, вот, а на территории Самары и Самарской области, вот, нашего региона. Это уникальный проект, единственный в мире. Нет больше таких. И поэтому вот эти вот передачи, а она уже не первая, когда каждый раз приходят вот такие, посмотрите, одухотворенные лица. Какие у них педагоги, какие у них родители. Это то, что мы называем идеальным обществом. Его пока нет. Но мы показываем, каким оно должно быть. Как Чернышевский говорил, что такое прекрасное в диссертации об отношении искусства и действительности. Прекрасная эта жизнь, но не такая, какая она есть, а такая, какая она должна быть. Хочу у ребят у ваших тоже поспрашивать, поинтересоваться. Маш, давай с тебя начну. Почему ты выбрала этот инструмент? Чем он тебе оказался близок? И я так понимаю, что вот именно потому, что ты с ним так обнимаешься, отношения у вас наладились сразу и надолго. Да. Ну, саксофон – это просто прекраснейший инструмент, который может быть. И вообще из духовых инструментов. Ну, во-первых, с саксофоном конкуренция меньше. Вот так вот ты в перспективу смотрела. Да. Ну, и на саксофоне можно играть и классику, и джаз, и любую эстраду. И он просто классный. Что тебе больше всего? Джаз. Ты любишь джаз? Я опоздала джаз. С детства, именно с раннего возраста, любовь это возникла? Это же трудная музыка. Джаз? Ну, нет, там как идет? Там сначала учишь классику, это база. Мне не нравится классика, потому что она такая, она немножко скучная. В джазе там больше свободы, больше музыкальных импровизаций, которые я, кстати, не умею делать. Я думаю, что ты научишься, но ты к нам сегодня пришла с некой заготовкой. Расскажи, что это такое. А, ну, я пришла с очень известной пьесой Яки Ти Сакс, это шоу Бенни Хилла. Она прям, она очень известная и очень простая. И ты, наверное, сейчас, конечно же, сыграешь. Да. Друзья, давайте послушаем, как Маша играет на прекрасном инструменте саксофон и продолжим наше обсуждение. Маша играет на прекрасном инструменте саксофон и продолжим наше обсуждение. Маша играет на прекрасном инструменте саксофон. Маша играет на прекрасном инструменте саксофон и продолжим наше обсуждение. Маша играет на прекрасном инструменте саксофон и продолжим наше обсуждение. Лев Владимирович, когда Мария играла, я видела, как горели ваши глаза и то, как вообще вы смотрите на ваших детей. Я уже их называю вашими, да, потому что вы с ними днями и ночами проводите время. Вот у вас даже, вы меняетесь в лице, почему это происходит? Вот так музыка на вас влияет или именно эти дети, которые так талантливо это делают? А тут комплекс. У меня шторм сейчас вот произошел. Слушай, мы только сейчас приехали, у нас же вот этот формат музыкального автобуса. 20-я поездка, 10 лет в следующем году. Будем справлять этот юбилей. И он будет у нас помещен со 110-летним детского музыкального образования в Самаре. с Центральной музыкальной школой. Вот это представители Центральной музыкальной школы. Исключительная школа, конечно. Всем прям рекомендую своих детей. Ну, кто там живет, у нас все школы замечательные. Но если у вас есть ребенок, это какое счастье, это мало счастья, отдайте его туда вот. Пусть научится. И тогда он будет вот так вот играть. И вот 17-я музыкальная школа, пожалуйста. У нас ротация идет, все время ребятки меняются. Но есть те, кто уже традиционно участвует. И сейчас она меня расстроила немножко, то, что сказала, что классика скучная. Классика не любит. Да, нет, она не может быть. Я не верю, что она не любит. И я думаю, вот если она вот прям вот два такта сейчас сыграет, баха, я знаю, что она, у нее есть это вот два такта буквально немножко, чтобы показать, что это классический инструмент. И вот она играла, я ее услышал, и у меня мороз по коже. Потому что и она, и бах, это уже для меня связано. А быть с бахом рядом, это большое дело. Маша, Лев Владимирович очень просит пару тактов баха. Это возможно? Конечно. А сидя, это возможно? Да. Попробуй. Сейчас она докажет обратное сама. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok А вот теперь скажи, сейчас вот сюда ударничка. А теперь назови самого джазового в мире композитора. Если ты вот, ну, вот ты сейчас его играла. Быстро. Ну. Бах. Конечно. Это вот где импровизация, вот где джаз. Так что два с половиной часа в Борском шел концерт. Вот эти ребята играли. Шестьсот человек в зале сидели. Ребят, ну, сельской местности это все-таки, да. Не измалованные. Но они как слушали. Ром, ты же ездил в музыкальный автобус. Расскажи о своих впечатлениях. Как тебе и вообще хочешь еще поехать в такую вот поездку? Конечно. Чем понравилось? Там были очень добрые люди. Приняли с теплом, когда я вышла на сцену. Аплодировали их. И внимательно стушили. Слушай, ну это здорово. Ты прям юный талант. Саша, почему виолончель? Мне очень нравится твой инструмент. Мне кажется, что она какая-то особенная у тебя. Действительно, особенная. Вот очень интересная история, как вот получилось. Я изначально, вот, пять лет назад шел вообще на гитару. По дороге зашел не в тот кабинет? Можно так и так сказать. В общем, сдал я экзамен. Экзамен нужно небольшой сдать, чтобы начать учиться. Сдал экзамен, все хорошо, отлично. Идем уже из музыкальной школы, вышли. Тут я слышу скрипку. Понимаю, что я не хочу на гитару. Я хочу на скрипку. Я в то время была очень стеснительной, сам бы ничего не сделал. Со мной тогда бабушка была, а бабушка сказала. Тогда сам иди. Я повернусь, пошел. Нашел председателя комиссии. Сказал, что я не буду играть на гитаре, я буду играть на скрипке. А тут вот просто случай подвернулся. У моей бабушки декоратор. И у нее ученица, преподавательница фортепиано в нашей музыкальной школе. Кстати, у которой я сейчас общим фортепиано занимаюсь. И она сказала, что лучше вот пойдите на виолончели. У нас очень хороший учитель. Я разрыдался там просто в хлам. Не хочу ни на какую виолончели. Но я тогда еще не очень понимала, 9 лет все-таки. Нет, я знала, конечно, что такое виолончели, но не очень понимала. Пришли и познакомились с моей любимой Ольей Михайловной. Я ей тоже в струнной группе, председатель. Я ей понравился. Она мне показала, что и как. Я попросила, можно смычком попробовать. Мне дали. Я там загорелся. Сказала, да, буду играть на виолончели. Теперь я с ней не расстаюсь. В пятом классе сейчас. Плохо с математикой у меня. Сколько лет играешь на виолончели? Четыре года. Играй уже, мастер, что-нибудь нам. Расскажи только, что будешь играть. Ну вот, кстати, за эти четыре года я уже в ряд всероссийских международных конкурсов. Но это совсем не важно. Я буду играть фрагмент из свиты номер один, соль мажор Баха. Прелюдия — это первая часть, там шесть частей. Прелюдия — это первая часть. Изначально Прелюдия — это настройка для людьми. Ну вот впоследствии это вообще стало такой самостоятельным произведением. Ну давай, пару минуточек у тебя есть, чтобы нас покорить. Пожалуйста. Прелюдия — это первая часть. Прелюдия — это первая часть. Прелюдия — это первая часть. Играет музыка Играет музыка Браво, браво. Слушайте, шикарно. Что вы с ними делаете? Что они вот такое могут? Мороз по коже. Вот я смотрю. А говорят, как вы понимаете, я все понимаю, что они говорят. На одном языке. Кстати, поскромничал. Мы аплодировали мне. Там не аплодировали. Ты скажи, что там было на самом деле. 600 человек в зале молодых людей. Я вообще думал, что он сейчас остановится. Так хлопали. Так кричали. И не только ему. Вот этим вот ребятам. То есть, когда говорят, что наша молодежь, она несерьезная. Им это не надо. Они это не поймут. Я борюсь. Лев Владимирович, я предлагаю, раз уж мы вот так проанонсировали классно роману, то ему и слово, да? Ром, что ты будешь нам исполнять? Ава Мария Качини. Но на самом деле, Ава Мария написал наш советский композитор Вавилов. Прекрасно. И вот и будешь нам исполнять. Вперед. Смотрим. Ава Мария. Ава Мария. Ава Мария. Ава Мария. Ава Мария. Субтитры подогнал «Симон» Лев Владимирович, коротко еще давайте подведем, наверное, такие промежуточные итоги с вами. Какие планы к Новому году? Что-то еще планируете ли от проекта? К Новому году сейчас планируем, чтобы они отдохнули, потому что перед праздником нельзя работать. Это вот у нас традиция такая, вот надо так уработаться. Они и так везут на себе огромный воз. И это две школы фактически. И плюс еще вот такая фанатическая любовь. Поэтому у нас задача уже, мы готовимся к отдыху. К отдыху, а затем десятилетия. Да, десятилетия филармонии 6 апреля у нас будет. И 110 лет. То есть мы совместили это с центральной музыкальной школой, потому что эта школа, ну вот так же, как и 17, вообще наши школы все. Я вот не хочу никого выделять, потому что везде замечательные педагоги. Все дело в родителе. Что будет на концерте? Лев Владимирович, минутку. На концерте будут выступать те ребята, которые на протяжении вот такого огромного времени участвовали в культрегерских, миссионерских акциях, которые посещали, даже вот трудное слово сказать, и которые срывали вот такие аплодисменты, которые значимы и востребованы. А это наш город Самара. Это они едут туда, в сельскую местность, и там происходит вот это вот великое единение вечных художественных нравственных ценностей, которые позволяют нам смотреть в будущее нашему обществу. Вот благодаря таким ребятам и музыке. Спасибо вам огромное, что пришли. К сожалению, к величайшему наше время уже кончилось. Приходите к нам еще. Я вас поздравлять заранее не буду. Я думаю, что вы пригласите телеканал Самара Гис на ваши юбилейные торжества. Будем встречаться. Ребята, вы большие молодцы. Спасибо огромное за исполнение со зрителями. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова